Я думаю, каждый из вас уже слышал, что к выходу готовится совершенно новая королевская битва для мобильных устройств. PUBG New State. У которой прямо сейчас есть все шансы стать не только самой популярной игрой 2021 года, но и самым серьезным конкурентом другой популярной мобильной игры. Free Fire. Другими словами, New State уже завтра может стать убийцей Free Fire, которая в считанные дни затмит популярность некогда самой скачиваемой мобильной игры в мире. В данном видеоролике я собираюсь разобраться, станет ли New State лучшей мобильной игрой этого года, и если да, то почему. И как это может отразиться на развитии и жизни в целом нашей с вами любимой игры Free Fire. На связи ребята, отец Евген, и это новое долгожданное видео. Прожимайте пальчик вверх заранее за топовый контент и погнали смотреть. Анонс New State был как гром среди ясного неба. Неожиданно для всех в сети начали всплывать новости о том, что PUBG Corporation, авторы оригинальной PUBG на ПК, готовят к выходу свой новый проект для мобильных устройств. Многие ютуберы и СМИ дали игре незамысловатое название PUBG 2, что как бы намекало, игра является прямым продолжением PUBG Mobile. Но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Разработкой New State занимается только PUBG Corporation, без участия сторонних студий разработчиков, как это прямо сейчас в PUBG Mobile, где основной разработкой и развитием игры занимается китайский гигант Tencent. Спустя несколько месяцев после первых новостей об игре в свет вышел дебютный трейлер. И сразу после него очень многие игроки окрестили будущую новинку убийцей мобильного PUBG. И это не зря. Трейлер выглядит настолько эпично, насколько это только возможно. С первого взгляда даже не верится, что это все это мобильная игра. Графика нового поколения, общий сеттинг и проработка окружающего мира, физика персонажей, оружие, транспорт. Здесь абсолютно все выполнено на каком-то запредельном уровне. Но не стоит, ребята, забывать, что это вот, это всего лишь трейлер. Как правило, трейлеры чаще всего оказываются намного ярче, чем сама игра после своего релиза. Оно и неудивительно, ведь главная задача трейлера – продать игру. Именно поэтому их полируют, графика в них подтягивается, и чаще всего геймплей, показанный нам в таких видео, это всего лишь отрендеренные футажи. Спасибо, Кэп. Со своей задачей новый трейлер справился на ураз. За несколько месяцев предрегистрацию оформило более 20 миллионов игроков. И это только пользователи Google Play Market. Ну это чудо, да? В августе предрегистрация будет доступна в App Store, а уже после выхода игры, я уверен, она появится и на китайских платформах, например, таких как TapTap. Поэтому данное число можно смело прямо сейчас умножить как минимум на 3. Прямо сейчас на плечах разработчиков стоит колоссальная задача – не обосраться. В игру верят миллионы пользователей, ее очень сильно ждут. Мы увидели просто потрясающий геймплей в трейлере, мы увидели проработанный мир, потрясную физику, и что самое главное – мы не увидели гребанных рейнджеров и клоунов. О том, что игра будет лучшей в своем жанре, лично я слышу не только от игроков мобильного пабга, но и от многих игроков Free Fire. А многие даже позволяют себе сказать, что именно New State будет той самой игрой-убийцей, которая похоронит Free Fire и уведет к себе добротную часть более взрослой аудитории. Это ни хрена не смешной! И вот слушая все это, хочется разобраться, а почему же они так считают? Давайте посмотрим, будет ли паб ньюстейт убийцей Free Fire, или это просто какая-то кратковременная вспышка. Сразу же отмечу, что свое мнение я буду складывать исключительно исходя из итогов недавно прошедших альфа-тестов, а также мнений авторитетных игровых изданий, и постараюсь сформировать его без какой-либо предвзятости. Да, я большой фанат Free Fire, я очень сильно люблю эту игру, но одновременно с этим я ровно настолько же сильно жду и паб ньюстейт. Впрочем, все сказанное мной прямо сейчас, это мое сугубо личное мнение, не направленное на то, чтобы кого-то задеть или обидеть. Вы можете быть с ним согласны и поставить мне лайкос, а можете быть и не согласны. И написать о том, какой я плохой продажный, в комментариях. Отлично! Смотря на трейлеры и тизеры впервые, в глаза первым делом бросается то, насколько круто выполнено в этой игре окружение. Мир детально проработан, он буквально усыпан растительностью и мелкими предметами с деталями. Чем, давайте будем честны, сегодня не может похвастаться Free Fire. Окружение в ньюстейте однозначно. На сегодняшний день одно из самых проработанных среди всех существующих на сегодня мобильных игр. Трое. Так называется главная карта, на которой будут проходить действия игры. Имеет размер 8 на 8 километров, что на сегодня также является одной из самых больших карт в принципе. Для сравнения, карта в Free Fire занимает всего лишь полтора километра. Действие игры развернется в недалеком будущем, 2051 год. И стоит сразу же отметить, что даже несмотря на то, что мы перенесемся сразу же на 30 лет вперед, основной фишкой игры является реализм. То, как себя ведет оружие, транспорт, персонаж, все это будет максимально приближено к реальной жизни. Именно этим большую часть более взрослой аудитории игра и подкупает. Что касается в этом плане Free Fire, то это аркада. Аркада в вымышленном мире, где у игроков есть суперспособности, где есть оружие и питомцы, которые напрямую влияют на ход битвы. И стоит отметить, что дисбаланс, который вносится в игру благодаря способностям питомцев и персонажей, а также характеристик оружия, очень многих, опять же более взрослых игроков, раздражает. И даже не говорите мне, что я сейчас не прав. Разве вас не бесил Кронос, который ставит свой щит именно в тот момент, когда вы вот-вот сделаете свой очередной килл? Такие вещи вносят в игру дисбаланс, они ломают ее изначальную механику. Ну или всеми любимая оттяжка. Я думаю, я не открою секрет сейчас для взрослых игроков, что оттяжка в нашей игре это не что иное, как баг, который стоило бы давным-давно пофиксить. Ты чё, охуел, бля? Тяни пальчик вверх, тогда гарантированно попадешь в голову. Это баг, который точно так же вносит в игру дисбаланс. Или, например, игра из двух барретов, когда игрок со скоростью света меняет его без перезарядки. Именно таких, и еще с десяток других моментов, в PUBG New State не будет. Эта игра исключительно про реализм. И поверьте мне на слово, львиной части взрослых игроков, это будет более по душе, чем бесконечные донатные скины на оружие с характеристиками или персонажи со способностями. Никаких способностей, никаких характеристик, только реализм. Охренительно. Да и давайте будем честны, на сегодняшний день дела у Free Fire на нашем СНГ-регионе складываются не лучшим образом. Игра помирает. И что? И я сейчас ни в коем случае никого не осуждаю или оскорбляю. Просто высказываю свое личное мнение, как самый обычный игрок со стороны. Обусловлено это все тем, что в игре с каждым новым днем становится все больше и больше доната. В игре появляется одна коллаборация за другой. Раньше у нас было всего лишь два джекпота, алмазный оружейный. Сейчас же у нас 4 джекпота, 2 инкубатора, 2 рулетки удачи, 2 колеса фортуны, угадай карту, хакерский магазин, летний магазин, тайный магазин и все возможные события с коллаб. Игра скатилась к тому, что в обновлениях нет ничего, кроме новых скинов и наборов, получить которые ты можешь, естественно, за свои кровные. Они охуели. И это на самом деле очень печально. Около месяца назад мы с моими друзьями считали, сколько денег уже к нам понадобится, чтобы забрать в игре все события, которые есть в ней в данный момент. И сумма получилась около 25 тысяч рублей. Пиздец. 25 тысяч рублей нужно на то, чтобы забрать все события, которые в игре лежат сейчас. Но это же абсурд. У тебя в башке. Именно это отталкивает игроков. Взрослая аудитория потихоньку уходит из игры. Более серьезные проекты, где доната либо нет, либо он сведен к минимуму, либо где он нисколько не влияет на саму игру. Исключительно косметика игрока, либо ускорение в получении опыта. В новом New State донат, как и в компьютерном пабге, не будет влиять на вашу игру совершенно никак. Все, что вы сможете получить за деньги, это лишь вещи, или скины на оружие и транспорт. И, вероятнее всего, пропуск, как это есть во всех играх подобного жанра. В целом, играть в New State можно будет совершенно комфортно без доната. И если вы не сторонник донатить в мобильные игры, то игра придется вам по вкусу. И, конечно же, другие игроки, которые будут донатить сюда, не будут иметь перед вами никаких преимуществ. Никаких кроносов, никаких скинов с характеристиками. Также стоит отметить, что прямо сейчас Free Fire активно закупает рекламу у различных популярных ютуберов, таких как, например, А4, Ивангай, Мэджик Файв, аудитория у которых это дети с возрастом от 6 до 15 лет. Free Fire Благодаря активной рекламе у этих ребят прямо сейчас в Free Fire ежедневно приходит огромнейшее количество детей. Тем самым, средний возраст нашего с вами комьюнити ежедневно становится ниже и ниже. И если раньше с рандомными игроками в катке вам попадались взрослые адекватные тиммейты, то сегодня вы все чаще и чаще натыкаетесь на маленьких токсичных детишек. Другими словами, некогда популярность среди взрослой аудитории Free Fire превращается сегодня в какой-то Браво Старс миллионом пиздюков. И, естественно, комьюнити Паб Нью Стейт будет намного комфортнее для игроков, которые устали от неадекватных детишек. В эту игру играть совершенно точно будет аудитория от 16 лет. Детей с 6 лет здесь вы либо не встретите вообще, либо это будет происходить крайне редко. Теперь, что касается обновлений. Я на миллион процентов уверен, что разработчики Нью Стейт будут поддерживать его на протяжении огромнейшего количества времени и даже после его полноценного релиза будут его постоянно обновлять и улучшать. Сыр предположения я строю исходя из компьютерного Пабга, который за счет постоянных регулярных обновлений уже на протяжении нескольких лет не выходит с первых позиций топа Steam. И говоря сейчас про обновления, я не имею ввиду каждые два месяца заводить в игру с десяток новых коллаб и донатных событий. Про улучшение старых и создание новых механик, создание новых карт, полировка графики, исправление багов. Я сейчас разъебу вас нахуй. Черт! Черт! Блядь, забор, стреляешь, нахуй, я дурак! Борьба с читерами и многое-многое другое, что на сегодняшний день в Free Fire либо реализовано очень плохо, либо не реализовано вообще. В нашей игре очень сильно не хватает чего-то нового, чего-то такого, что заставит старых игроков вернуться. Ведь ежедневно отсюда уходят тысячи олдов. И если бы разработчики прислушивались к мнению игроков, отсюда бы не уходили люди. И нам бы вовсе не пришлось закупать рекламу о туалетной бумаге А4 с целью привлечь сюда свежую кровь. Раньше, еще в далеком 2017-18 годах, в официальной группе ВКонтакте была создана тема для обсуждения, где игроки предлагали свои идеи и как-то взаимодействовали с разрабами. И как мне кажется, это было отличное решение. Каждый игрок мог дать идею и разрабы могли ее занести в игру. Но с течением времени почему-то на эту идею забили. Все, что выходит в нашей игре прямо сейчас, это никому не нужны опросы в самой игре, которые толком никто не проходит и от которых, я уверен, почти ничего не зависит. Хотя, если это не вопрос, а какие вещи вы хотите вернуть в игру? Или какой набор вы хотите видеть в обменнике куба? Тогда да, эти вопросы решаются очень быстро. Следя за PUBG Corporation, могу смело сказать, что здесь все это будет реализовано на несколько голов выше. И поверьте мне на слово, все то, что я только что озвучил, это далеко не единственные причины считать PUBG New State потенциальной убийцей Free Fire. Это лишь так называемая верхушка айсберга, и если бы я перечислил абсолютно все, то ролик гарантированно бы затянулся еще минимум на час. Лично я очень сильно жду выхода New State, хотя бы потому, что мне, честно, очень сильно приелся Free Fire. Мне приелся бесконечный донат в этой игре. Я устал от постоянных криков и матов от рандомных игроков в катках. Я устал от гребанных багов. Я устал от внутриигровой политики и отношения комьюнити к своим игрокам. Мне просто банально хочется получить что-то новенькое, что-то свежее и по-настоящему увлекательное. И на данный момент все то, чего мне так сильно не хватает в Free Fire, я вижу в New State. Станет ли эта игра лучшей в своем жанре или скатится так же, как Free Fire, пока же только время. Но мне очень хочется верить, что все пойдет по лучшему сценарию. Что не только New State дико хайпанет и влюбит в себя миллионы игроков по всему миру. Ну и конец-то Гарена, увидев в новом проекте своего главного конкурента, начнет развиваться и исправлять свои собственные ошибки, делая Free Fire еще круче. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Ждете вы новый New State так же сильно, как я или нет? Или вы являетесь дичайшим фанатом Free Fire, который кроме этой игры не намерен больше ни во что играть? Пишите все ваши мнения, мне будет очень интересно их почитать. Ну а я прощаюсь с вами, ребятки. С вами был отец Евген. Любимый стример, сын и подруги твоей мамы. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok